Мамук Мамулашвили, командир грузинского легиона, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. 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 Вот мы вместе с вами посмотрели сюжет. Знаете, вот тогда, 15 лет назад, я помню, вот один из украинских журналов, он вышел с такой иллюстрацией. На главной странице она была. Была карта Грузии, карта Украины и российский кровавый сапог. И было написано, что Украина может быть следующей. И вот многие тогда в это вообще не поверили. Скажите, у вас лично вот тогда было ощущение, что Путин на этом не остановится? Безусловно, Путину были развязаны руки, когда практически какая-то часть современного общества дала ему право аннексировать Грузию. Вот за это он не был наказан. Грузинским семьям не платят репарации. В Грузии они получают компенсацию за разрушенные дома и десятки тысяч переселенцев. Так что, в принципе, Путину тогда дали понять, что он может идти дальше. Он это и сделал, и это естественный процесс. И он не закончится на Украине, если ему еще дальше будут давать мандат на оккупацию других стран. Вот в этой войне, которую назвали пятидневной, ей ведь предшествовали почти 20 лет такого постепенного обострения конфликта. В Абхазии начали появляться боевики-сепаратисты, которых поддерживал Кремль. Подключилась пропаганда, которая рассказывала, как притесняют местное население. Начались первые боевые столкновения. Вы об этом, как никто, знаете. И вот в одном из недавних интервью вы рассказывали, что ненависти у абхазцев грузинам вы не видели. Вот это чувство в них пытались сначала посеять, а потом взрастить как раз русские. И практически все издевательства над пленными, это тоже были россияне. И смотрите, снова все как похоже. Как по лекалу просто кремлевская кровавая машина действует. Ну, в принципе, это один сценарий чекистов, которым руководствуется весь Кремль. Так что ничего удивительного и в этом нет. К сожалению, да, сценарий тот, который проигрался в Грузии, который проигрывается сегодня в Украине, он написан одними руками. Сепаратизм развивался далеко не в 90-х годах или в конце 90-х, до развала Советского Союза. Он намного раньше был засеян, и русские довольно долго старались на этническом основании начать конфликт там. Так что, в принципе, у них это получилось, потому что в Руси не была слаженная политика. Это было в конце 90-х, после развала Советского Союза, и у русских получилось развить сепаратизм. В принципе, гибридная война делится на несколько этапов у русских, которые они испробовали на Грузии. Это развитие сепаратизма, поддержка сепаратизма, потом практически полномасштабная война. Грузия полтора года воевала с Российской Федерацией. Это многие, не знаю, в 90-х годах. Единственное, кто помог Грузии, тогда были те же самые украинцы, больше никто нам не помогал. Раздача паспортов, один из этапов. И потом присоединение, признание независимости и присоединение этих территорий в России. И вот сейчас идет как раз тот процесс, в котором они хотят присоединить Цехинвальский регион Грузии и Абхазский регион Грузии к России. Вот это есть практически тот сценарий, который проигрывается до сих пор. Тогда Евросоюз во главе с Францией, тогда президентом был Николай Саркази, взяли на себя роль посредника в переговорах. Но вот тогда миру казалось, что с агрессором можно договориться. После, знаете, Путин летал себе по миру, принимал участие в саммитах, с ним заключались сделки, подписывали меморандумы. И вот если вспомнить, даже после полномасштабного вторжения в Украину, многие европейские политики говорили, нужно помочь Путину сохранить лицо. А потом вот прозрели. Почему так поздно, как вы полагаете? Позрели, они в принципе не то, что не знали, чем занимается в данном случае Путин, они просто хотели прикрыть это собственными руками своих коммерческих и финансовых интересов. Давайте будем искренне и скажем, как оно и было. Многие европейские политики до сих пор питаются из рук российских бизнесменов. Так что меня ничего не удивляет Грузия. Тогда была заброшена. Многим из них было очень выгодно сказать, что Грузия начала войну. Это было очень цинично, понимаете? И практически Грузию оставили так называемые партнеры. Многие из них, я бы сказал. Это реально было очень цинично. Вот со стороны человека, который просто жил в Грузии и мог следить за процессами. Это был страшный процесс для самой Грузии, где начали обвинять Грузию, что она хотела начать войну против России. Вот это было на самом деле то, что происходило в Грузии. И этот процесс еще не закончился. Многие страны Европы по сей день растят свой экспорт и импорт с Россией. В условиях, когда Россия практически в центре Европы ведет открытую агрессию. У нас в сюжете была как раз цитата Михаила Саакашвили. Но я хочу ее еще раз привести из письма газеты «Таймс». Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как озлобленного психа. Обо всем, что он делает сейчас, он более или менее ясно дал мне понять на первой же нашей встрече. Как вы полагаете, то, что сейчас происходит в Саакашвили, это месть Путина, Кремля? И почему тогда действительно все эти предупреждения просто проигнорировали? Это не месть за 2008 год, потому что Путин абсолютно все равно человеческие жизни, хотя он пытается этим манипулировать, это месть за эпоху реформ Грузии. Грузия была единственная страна после развала Советского Союза, которая смогла провести реальные реформы в стране, которая смогла поставить экономику на ноги, и России это не понравилось. Как раз в 2008 год был такой пиковый момент, когда грузинская экономика была в самых высоких показателях. Для России это было очень обидно. Да, и россияне приезжали тогда, вот в Тбилиси все это видели, восхищались. Как раз в лице Саакашвили наказывают грузинские реформы, потому что он возглавлял правительство Грузии, когда это произошло. И они это будут делать, и там будет помогать про русское и грузинское правительство. Я бы сказал уже русское правительство, потому что оно даже не про русское, а русское. — А хотели с вами еще обсудить одно видео, сегодняшнее видео из Москвы. Я попрошу режиссеров показать соревнования байдарочников, как проходили сегодня на Москва-реке. И вот идут соревнования, и тут что-то прилетает и взрывается. Это видно в прямом эфире, было видно, да. И вот это ведь, знаете, это результат политики Путина. Вот это видео сейчас увидим, да. Это результат политики Путина и всех войн, которые он развязал. И это вот теперь страх, который будет с россиянами всегда. Как вы полагаете? Я надеюсь, этот страх будет ежедневно возрастать, и мы всячески будем этому помогать. Россия — это государство-террорист, которое должно быть наказано за все злодеяния, которое она на протяжении многих веков ведет против Украины и против Грузии в основном. Госсекретарь США Энтони Блинкин вчера заявил, что Вашингтон полон решимости привлечь Россию к ответственности за агрессию против Грузии в 2008 году. И он также добавил, что Россия должна отказаться от признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии. И это позволит сотням тысячам внутренне перемещенных лиц безопасно вернуться домой. Ну, сложно, да, конечно, представить, что Кремль вот так и поступит. Как вы полагаете, вот в очередной раз этот призыв будет проигнорирован просто? Я абсолютно уверен, что он будет проигнорирован. Я абсолютно уверен, что Россия не собирается ничего никому возвращать. Нужно у нее только отнять. Ну, а вот если, знаете, поговорить о том, что изменилось в стране за эти 15 лет, и вот просто на одном примере, да, взять вот скандальный круизный лайнер «Астория Гранде» с российскими туристами, да, который больше не будет заходить в грузинский порт Батуми. Все видели, как его там встречали протестами, да. Да, грузинский народ свое слово сказал. Ну, вот затем вышел представитель правящей партии Грузии, Ираклия Кабахидзе, и заявил, что если не будут приезжать туристы из России, страна потеряет миллиард долларов в год и до 20 тысяч рабочих мест. Как же так получается, да, российские туристы — это деньги, поэтому нужно на все закрыть глаза? Да, нужно игнорировать государственные интересы, по их мнению, и забывать то, что Грузия оккупирована теми же людьми. Знаете, это позиция не коллаборантов, это позиция русского правительства. В данном случае в Грузии у нас есть русское правительство. Меня ничего не удивляет, ни заявления этих молодых бюрократов, которые считают себя политиками, на самом деле это люди, подкупленные Россией и поставленные в Грузии. Они будут делать такие заявления вот до момента, пока грузинское общество не избавится от данной политической системы. Ну да, и вот к 15-летию, со дня начала войны, они сказали, что мы мирно будем возвращать всю территорию, но все понимают, что это невозможно так. Они не в состоянии ни мирно, ни военным путем вернуть ничего, потому что они представляют интересы России. Скажите, еще такой вопрос один. Может ли Россия попытаться повторить что-то подобное в Грузии? И какими могут быть гарантии безопасности, настоящие гарантии для Грузии? Я думаю, в данном случае о гарантии безопасности говорить для Грузии будет смешно, потому что никто эти гарантии предоставить не может. Особенно тогда, когда мы являемся практически... Российская политика влияет на Грузию, и все еще огромное влияние Российской политики. Так что Грузия должна сделать все и политически поменять курс и стремиться к более демократическим ценностям и интеграции НАТО, что может нам дать гарантии безопасности. Больше ничего нам эти гарантии дать не могут. Но страны НАТО тоже не очень спешат принимать ни Грузию, ни Украину, к сожалению. С позиции Грузии это понятно, потому что у нас, к сожалению, такое правительство. В Украине же идет полномасштабная война. Больше гарантий безопасности у нас будет множество, кроме интеграции НАТО.